Здравствуйте, друзья! Сегодня будем говорить про выборы президента США, которые состоятся 5 ноября. Мы разговариваем с американисткой Александрой Филипенко. Александра, здравствуйте! Дмитрий, здравствуйте! Спасибо большое, что нашли время поговорить. И мой первый вопрос такой. Что, собственно, стоит на кону в Соединенных Штатах и во всем мире? Потому что, насколько я понимаю, обе стороны называют эти выборы историческими и за ними следят во всем мире. И сегодня я видел в телеграм-канале Екатерины Шульман старую уже карикатуру, где какие-то люди из российской глубинки с ведрами в ушанках обсуждают, что в Мичигане бюллетени еще не посчитали. Ну, в общем, такая известная шутка, в принципе. Но, с другой стороны, действительно, весь мир наблюдает, и всему миру это небезразлично. Имеет ли смысл за американскими выборами следить людям из других стран и что, собственно, стоит на кону? Весь мир следит, действительно, за американскими выборами, потому что, если смотреть снаружи США, то на кону стоит в первую очередь и Североатлантический альянс, и безопасность других союзников США, и безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и судьба Тайваня, и, в том числе, отчасти судьба Украины, и Израиля, и так далее, так далее, так далее. Мы можем перечислять через запятую очень много разных стран, которые так или иначе зависят либо от американской помощи, военной помощи, финансовой помощи, либо от каких-то дипломатических усилий США, которые они предпринимают. Внутри США ситуация стоит, вопрос главный заключается в повороте к более консервативному восприятию, скажем, американской реальности, или более либеральному, поскольку сейчас мы видим, что обе партии и демократическая и республиканская партия, они поляризуются. Вообще США сейчас партийная поляризация наблюдается так, как она не наблюдалась никогда. В 70-е, 80-е, в 90-е годы было очень много левых республиканцев, которые были левее многих демократов, правых демократов, которые были правее многих республиканцев. Сейчас такое увидеть практически невозможно, и это приводит к другому большому разговору относительно двухпартийной системы, не изжила ли она себя, но это отдельная тема, которую тоже американисты обсуждают очень активно. Но сейчас вопрос заключается в первую очередь в экономическом развитии США, а именно это высокие тарифы на товары, которые приходят из-за рубежа, что предлагает Дональд Трамп, и при этом отмена НДС на Трамп, или это, наоборот, строительство каких-то заводов, пароходов, что называется, на территории США вместе с европейскими и азиатскими партнерами. И это перевод также части американского бизнеса для того, чтобы уменьшить стоимость куда-то за рубеж. Это сильное сотрудничество с Канадой, с Мексикой, например, и вообще сотрудничество в целом с американским континентом. Вот это первый вопрос. Второе – это свободы, это женские репродуктивные права, это право на аборт, это право на искусственное оплодотворение. Вообще этот вопрос стоит во многих штатах сейчас, и в том числе не только выборы президента состоятся, но также выборов Конгресс, а плюс еще некоторые принципиальные вопросы относительно ввода в Конституцию штатов отдельных формулировок, как, например, штат Мичиган в свое время в Конституцию внес поправку, собственную Конституцию штата, в котором разрешены аборты до определенного недели и так далее. Но поэтому, например, штат Мичиган не так опасается того, что будут какие-то резкие изменения при Трампе, а в других штатах опасаются этого. Вот это сейчас стоит на кону. Ну и, соответственно, конечно, стиль управления тоже совершенно разный. Ожидается, с одной стороны, такой профессиональный, традиционный, американский, дружеский нахождение компромиссов Камала Харрис и резкий, хаотичный, принципиальный, пробивной Дональда Трампа. Но это, на ваш взгляд, действительно какое-то историческое изменение, может быть? Или это просто очередные выборы, 60-е, по-моему, в американской истории, которые пройдут, и в общем, ну, как-то Америка будет жить примерно так же, как она жила дальше, и все эти эмоции останутся позади? Или действительно мы можем увидеть, с вашей точки зрения, какие-то существенные, прям исторические изменения? Каждый раз говорят о том, что это исторические, судьбоносные выборы. Душа нации на кону. Необходимо всем как одному прийти, проголосовать обязательно, иначе что-то произойдет ужасное. Это говорят все, каждые выборы, каждая партия, все об этом говорят. Ну, как мне кажется, наоборот, трампизм показал себя плотно связанным с Дональдом Трампом. И даже если Дональд Трамп станет снова президентом, и даже если он будет тем человеком, который в 2026 году будет принимать все парады по случаю четвертьвекового юбилея Америки, 250 лет с момента подписания Декларации независимости, и главное празднование американской независимости будет в 2026 году, даже если Дональд Трамп будет президентом, мне кажется, что трампизм настолько плотно связан с ним лично, и этому есть два доказательства в недавние, буквально несколько месяцев назад истории, что США это проживут, как они 250 лет проживали самые странные, страшные, сложные кризисы, и пойдут дальше. Да, это поляризация, да, это какие-то вопросы, которые, может быть, это усложнит, может, это что-то затормозит, но они проживут и пойдут дальше. Институты американские, железобетонные, они работают слишком хорошо, может быть, слишком хорошо, и поэтому, например, американская политическая система вообще очень неповоротлива, я как будто немножко в сторону ухожу, но касательно, например, помощи Украине, американская политическая система, если уж поворачивается американская политика на помощь кому-то, развернуть ее потом очень-очень сложно, и поэтому даже если придет Дональд Трамп, в особенности, если Конгресс будет хотя бы на одну палату демократический, никаких кардинальных изменений, кроме риторики, не будет. Реальных изменений в политике может не произойти. Да, много разговоров, да, много тревоги, волнений и хаоса. Хаос, хаос, собственно, это и ставит Кремль. Но изменений каких-то кардинальных, вряд ли мы что-то подобное увидим. Да, конечно, Дональд Трамп – это очень нетрадиционный политик американский, это такой трикстер американской политики. Но давайте посмотрим на тех, кто пытался быть, скажем так, Трампом на минималках. Рон де Сантис, губернатор Флориды, выдвигал свою кандидатуру от республиканской партии, он хотел соперничать с Дональдом Трампом и говорил все то же самое, что Дональд Трамп. И он выступал, и он оратор очень хороший, и Дональд Трамп сначала его очень хвалил, до того, как Рон де Сантис свою кандидатуру выдвинул. И Рон де Сантис боролся с Диснеем, потому что один из главных парков Диснея находится как раз во Флориде, боролся с их трансгендерными туалетами и так далее. В общем, он известен был на всю страну. И что же получилось? Не вышло Рону де Сантису стать Трампом номер два, хотя он точно повторял риторику Дональда Трампа. Это все плотно связано с Трампом, с трампизмом. И давайте посмотрим на дебаты вице-президентов. Джей Ди Вэнс, кандидат, вице-президент от республиканской партии. Как сам Трамп говорит, будущее республиканской партии. Политически де-факто, и де-юре, кстати говоря, самый близкий человек сейчас политически к Дональду Трампу. Это его вице-президент, буквально правая рука. Буквально вот все, вот он самый его близкий политический человек. И давайте посмотрим на то, как он проводил дебаты. Уважительно, спокойно. Он хвалил своего оппонента. Он просто говорил о том, что ну вот я, конечно, с вами согласен. Но давайте разберемся в некоторых формулировках. Вот оно, будущее республиканской партии. Сам Дональд Трамп говорит, что это человек, на которого он делает ставку в будущем. Это не трампизм. Это очень отличается от трампизма. Соответственно, у меня такое впечатление, что да, с одной стороны, это выборы важные. Ну, они важны в международных отношениях. Но судьбоносными их можно назвать в той же степени, в какой можно назвать любые другие американские выборы судьбоносными. Конечно, чисто эмоционально, чисто психологически. Вот женщина-президент. Это то же самое, как темнокожий президент в свое время. Вот вроде поставили эту галочку, и можно уже дальше идти опять белые цисгендерные мужчины-христиане. Дальше снова можно возвращаться туда. Но в целом судьбоносные важные, как и любые другие американские выборы. Вот про международную повестку вы начали с этого разговора. Почему мир, собственно, следит за американскими выборами? Потому что Соединенные Штаты так или иначе участвуют во множестве конфликтов, иногда не напрямую, но косвенно. И судьба этих конфликтов, значит, судьба каких-то регионов, каких-то стран может зависеть от американской воли. И как раз накануне в Вашингтон-Пост, наверное, вы видели, вышла статья о том, как европейские политики обсуждают возможный, как это называется, разрыв трансатлантических отношений. Ну, в общем, это связано со страхом по поводу того, что Трамп, придя к власти, может, по сути, разрушить НАТО. Либо выведя Соединенные Штаты из НАТО, либо как-то изменив условия участия Соединенных Штатов в альянсе. Насколько реалистичным вам кажется эта угроза? Нужно смотреть на Конгресс. Все-таки, когда мы говорим про США, это не суперпрезидентская республика, это не диктатура, это не монархия. Давайте вспомним, как на столе в Конгрессе лежал законопроект помощи Украине. Полгода. Казалось бы, президент – демократ. Пентагон возглавляют – демократы. Госдепартамент – демократы. Все буквально вот уже на старте, вот уже готовы отправлять помощь Украине. Вот все вот буквально только вот дайте нам, и мы готовы. Сенат, верхняя палата, где перевес демократов рассматривает, принимает. И вот палата представителей. Там большинство республиканцев, из них 13 республиканцев-трампистов. Именно эти республиканцы-трамписты не дают вывести на голосование законопроект помощи Украине, хотя вокруг все демократы. Вот все демократы, которые готовы, готовы, готовы. И то же самое мы можем увидеть и в дальнейшем. Все, что касается, там, например, выхода из Североатлантического альянса или каких-то таких резких других шагов, все это должно будет проходить через Конгресс. Если Конгресс действительно будет полностью республиканским, то это, конечно, облегчит жизнь Дональду Трампу, безусловно, ему будет проще. Но при этом республиканская партия не равняется трампизм. Да, Дональд Трамп сейчас лидер республиканской партии, но давайте посмотрим, какое количество республиканцев критикуют его по очень разным вопросам, не соглашаются, включая, например, помощь Украине. Линдси Грэм, лидер меньшинства в Сенате, то есть лицо республиканской партии в Сенате, сколько раз он посещал Киев. Мне кажется, у него рекорд по посещению Киева. И когда приезжал Владимир Зеленский в последний раз в США, как раз он встречался с Линдси Грэмом и с республиканцами и с Сената. Соответственно, республиканская партия тоже может, что называется, ставить палки в колеса, если она с чем-то не согласна. А республиканская партия, вообще за республиканцев традиционно голосуют ветераны. Если уж говорить про ветеранские сообщества, они очень аккуратно отвечают на вопросы относительно, например, помощи Украине или помощи Израилю или что-то такое. Вот у меня была поездка весной в США как раз, и мы встречались, это госдепартаментом организованное, и мы встречались с большим количеством разных деятелей, в том числе руководителями ветеранских организаций. И на мой постоянный один и тот же вопрос, а что вы думаете по поводу помощи Украине? Что вы думаете по поводу помощи Украине? Они отвечали только одно, США должны защищать своих союзников. Точка. Не раскрывая тему. США должны защищать, это республиканцы до мозга костей, США должны защищать своих союзников. Все. И дальше они не идут, потому что это идет в противоречие, скажем так, со словами Дональда Трампа, который на одном из своих ралли говорил о том, что он разрешит Путину делать все, что черт побери он хочет, в случае, если страны Североатлантического альянса не будут достаточно денег передавать в козлу Североатлантического альянса. Ну и поэтому стоит, конечно же, да, это правильно, подготовиться, лучше готовиться, чем не готовиться. И мы видели, что эта подготовка идет уже год, наверное, потому что, что касается контроля за помощью Украине, раньше он был фактически за Пентагоном, но Пентагон постепенно, Ллойд Остин, передал это через Североатлантический альянс в ведомство НАТО. Сейчас это все находится в ведомстве НАТО. И правильно, что готовятся, и действительно, вполне возможно, эта ситуация, наоборот, лучшим образом скажется на безопасности Европы, потому что это заставит страны Европы не оглядываться на США, а стать гораздо более независимыми. Ну и, соответственно, поэтому Дональд Трамп с одной стороны, да, он может попытаться сделать какие-то резкие движения, он может попытаться выйти, чтобы США вышли из Североатлантического альянса, но первый уровень, так сказать, обеспечения безопасности это Конгресс, который может это, даже если он будет полностью республиканский. И дальше уже вопрос относительно того, каким образом союзники США будут действовать. Я предполагаю, что какие бы заявления не делал Дональд Трамп сейчас все равно это так или иначе связано с выборами. Все практически нужно рассматривать через призму выборов. И да, он может заявлять и говорить о том, что США не должны больше тратить деньги на Европу и вообще пусть они сами там разбираются. Это вполне в духе изоляционизма столетней давности, абсолютно в духе того изоляционизма. Но есть вопрос, который Трамп очень интересует, азиатско-тихоокеанский регион. Азиатско-тихоокеанский регион это противоборство с Китаем. И каким образом страны Североатлантического альянса могут надавить, например, на Дональда Трампа, говоря о том, что они тогда не будут сотрудничать, скажем так, с США по Азиатско-тихоокеанскому региону. Вот это один из путей, каким образом страны Североатлантического альянса, конечно, крупнейшие страны, самые большие экономики, каким образом они могут, ну, скажем так, противодействовать тоже Дональду Трампу, давя на ту точку, которая важна ему более всего. Поэтому, да, это есть некоторая опасность, но хорошо, что готовится, правильно, что готовится, но все-таки Дональд Трамп не король, не царь и не диктатор. А вот эта мысль о том, что нужно сократить участие Соединенных Штатов в европейской безопасности, это такая персонально-трамповская мысль, или все-таки это соответствует настроениям какой-то части американского истеблишмента и может быть шире американским интересам, потому что мне приходилось слышать, что действительно фокус внимания переносится в азиатско-тихоокеанский регион, а ресурсов у Соединенных Штатов все-таки недостаточно, чтобы в равной степени участвовать в европейской безопасности и в безопасности этого региона. Ну и стало быть, нужно делать какой-то выбор, и даже если Трамп не придет к власти, то не исключено, что и в администрации Харрис будет делаться выбор в пользу Азиатского региона. Насколько вам кажется это обоснованным? И более того, я совершенно согласна совершенно с вами, и это все в точку, и более того, мы даже знаем фамилию того человека, который в команде Харрис, если она станет президентом, будет продвигать эту идею. Филипп Гордон, это ее нынешний советник по национальной безопасности. Если он останется советником по национальной безопасности уже в Белом доме, то он будет продвигать эту идею. Другое дело, что он не предлагает каких-то резких шагов, резких решений, резкого выхода. Но, тем не менее, это, конечно, одна из тем, которая поддерживается американским истеблишментом в целом, и об этом говорит американский истеблишмент. И это, наверное, как раз если говорить о тех теневых каких-то голосах за Дональда Трампа, когда люди не хотят признавать, что они голосуют за Дональда Трампа и как-то не хотят, ну вот по каким-то своим собственным причинам, но голосуют за него. Вот это, наверное, одна из тем, которую поддерживают тайно, поддерживают демократы, и вообще им нравится эта идея Дональда Трампа, но они не будут про это говорить. Но Филипп Гордон, он, конечно, не ссылаясь на Трампа, тем не менее, вот этот советник по национальной безопасности Камела Харрис будет ровно тем человеком в случае ее победы. Если он останется в Белом доме, останется с ней, то он будет продвигать эту идею. Но просто не так резко. Вот риторика, опять же, риторика будет очень сильно отличаться. Но идея вообще немного отхода от европейских дел, это идея, которая живет в американском сознании очень плотно, и нужно сказать, что она живет исторически. Это скрепа американская, скажем так, поскольку это связано и с остановлением США, и с тем, что США всегда говорили одно и то же. Вот Европа без конца воюет, воют между собой, воюют, воюют, воюют. Последние войны на американском континенте это войны за независимость 200-летней давности. Война между Боливией и Чили, где не было ни одного выстрела. Вот это последняя война между странами Америки на американском континенте. Соответственно, и США, и американцы считают, что европейцы постоянно воюют. Они очень bloodthirsty, и, что называется, очень жадно до крови, очень жадные, если можно так это перевести. И, соответственно, нужно меньше вообще на них обращать внимание. Американский изоляционизм начала 20 века построен был ровно на этом. И нежелание вступать во Вторую мировую войну было построено именно на этом, стояло на этом американском изоляционизме. И вообще мы привыкли говорить, что США – это страна эмигрантов, страна эмигрантов, но вообще-то в 1917 году был принят один из самых ограничительных эмиграционных законов. И до окончания Корейской войны, до второй половины 50-х годов, после 1953 года, эмигрировать в США, приезжайте, пожалуйста, но эмигрировать в США было катастрофически сложно. Вот этот изоляционизм, он стоял на том, что, да, они там все время воюют, и вообще лучше с ними поменьше дела иметь. А сейчас это уже экономический изоляционизм. Гораздо выгоднее, важнее присутствовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай, противовес Китаю, находиться там очень активно. Ну и поэтому, да, эта тема в целом американского истеблишмента, не только Дональда Трампа, далеко, далеко, далеко не только Дональда Трампа. При этом все-таки какие-то, видимо, выгоды Соединенные Штаты получают от своего участия в европейской безопасности, и насколько эти выгоды, на ваш взгляд, перевешивают расходы и издержки. И давайте я очень вульгарно спрошу, но тем не менее, может ли возникнуть такая ситуация, когда Соединенные Штаты оставят Европу наедине с Россией, а страны Центральной и Восточной Европы буквально отдадут России, потому что мы понимаем, что без защиты НАТО эти страны могут стать объектом имперской агрессии. Вот здесь как раз и проходит водораздел между демократами и республиканцами в нынешнем, в нынешней итерации их, в нынешнем преломлении их. Вообще, скорее, от республиканцев можно было бы ожидать какого-то ястребиного взгляда, скажем так, на Россию в том числе. Но уже долгое время, и при демократических администрациях тоже, Россия называется, да, соперником, но главным соперником, главным оппонентом США уже давно называется Китай. И внимание больше всего США обращают именно на Китай. Тем не менее, Камала Харрис много раз говорила об этом, и мы видим, как администрация Белого дома, администрация Джо Байдена не оставила Украину наедине с Россией, не оставила, да, долго, да, сложно, да, могли бы действовать по-другому, могли бы гораздо более как-то усиленно помогать и быстрее помогать и так далее. Можно много-много критики здесь привести, но, тем не менее, они не оставили один на один, не оставили. То же самое касается и стран, например, стран Балтии или Польши, в целом стран Центральной и Восточной Европы. Камала Харрис вообще очень рассчитывает на голоса выходцев из этих стран. Она напрямую обращается к избирателям, у которых есть польские и литовские корни. Потому что, например, в Пенсильвании, в той самой, я прошу прощения, все время возвращаюсь к выборам, все равно колеблющийся штат Пенсильвания, который дает 19 голосов выборщиков, это принципиальный штат, очень важный штат, очень важно там победить. Там проживает почти миллион американцев, людей, которые могут голосовать, и старше 18 лет, с польскими, литовскими, украинскими корнями. И поэтому именно в этом штате, еще в двух, еще в Мичигане и Висконсине, шли ролики Камала Харрис, рекламные ролики, в которых она обращалась напрямую к выходцам из этих стран. И в целом отношение к странам Балтии, к Польше, к странам Центральной и Восточной Европы, оно у администрации Байдена и у Камала Харрис, конечно, гораздо более трепетное, чем у Дональда Трампа. Дональд Трамп в целом исходит только исключительно из национальных интересов США. Это типичный подход, реалистский подход в международных отношениях. Не знаю, отталкивается ли он от Томаса Гоббса и Маккиавелли. Не уверена, что он интересовался вот этой политической, так сказать, философской основой политического реализма. Но, тем не менее, это реалистический подход. Нужно взаимодействовать с кем угодно, с любыми правителями, если они являются правителями. По Маккиавелли, вот если это, или Принч, если это князь, который удерживает власть, пусть он будет самым даже диктатором страшным, но он удерживает власть, значит, он должен оставаться правителем. Соответственно, Дональд Трамп так и предполагает, что нужно общаться с кем угодно. И с Ким Чен Ином, и с Си Диньпинем, и с Владимиром Путиным, и со всеми, всеми, всеми. А вот демократы, все-таки в основе демократической партии лежит политический либерализм, идеализм, кантианская теория, Лок и так далее. Вот в эту сторону все это уходит. И поэтому идея, что демократии между собой не воюют, поэтому всем странам просто нужно помочь стать демократиями, она слишком сильна у демократической партии. И она верная или неверная, но тем не менее в основе лежит именно это. Соответственно, желание и необходимость, и ощущение долга своего защищать эти страны, это часть культуры демократической партии, очень укорененная часть. Вот вы сказали про некоторых сторонников демократической партии, которым, может быть, нравятся какие-то отдельные пункты программы Трампа, назовем это так, и они где-то тайно даже ее поддерживают, но не признаются в этом. Но мне интересно вообще, чем объясняется феномен такой широкой поддержки Трампа. Потому что если смотреть на Америку через призму СМИ, а чаще это СМИ, которые скорее симпатизируют демократической партии, видимо, то есть Трамп предстает, ну, таким, ну, мягко говоря, неприятным персонажем, да, и там его прямо где-то называют и фашистом политические оппоненты, да, то есть, в общем, это действительно такой человек, от которого ничего особо хорошего не ждешь. Но мы смотрим на цифры и видим там, что по меньшей мере 40 с чем-то процентов американцев поддерживают его, огромные цифры. Чем он их берет, на ваш взгляд? Чем объясняется его популярность? Ну, самое, как мне кажется, простое, чем это объясняется, это религиозная основа. Америка очень религиозная страна, США очень религиозны в действительности. Да, там есть огромное количество конфессий разных, но большинство из них сходятся в том, что аборт, например, должен быть запрещен, в том, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. И Дональд Трамп, какой бы он ни был, со всеми своими тремя женами и пятью детьми от трех разных жен. Он, тем не менее, рассматривается этими религиозными американцами, как ровно тот человек, тот неидеальный человек, тот человек, полный греха, но, тем не менее, который ввел в Верховный суд троих консервативных судей, благодаря чему был отменен, было отменено решение Роу versus Уэйт, решение, благодаря которому, или из-за которого, если смотреть с точки зрения религиозных американцев, с 70-х годов аборт был разрешен на территории США. И вот это первый уровень поддержки Дональда Трампа. Этим людям, казалось бы, религиозные американцы, они не должны поддерживать такого человека, человека, который обвинен в уголовном преступлении в связи с тем, что у него был секс с порнозвездой, или отношение с порнозвездой, или он, в любом случае, платил ей за молчание для того, чтобы она не рассказывала об их отношениях. Но, тем не менее, для них он победитель, в их глазах он победитель, он смог отменить Роу versus Уэйт, он смог отменить то, что обещали большое количество других республиканцев. И Рейган, и Буш первый, и Буш второй, вот все обещали с этим разобраться, и ни у кого это не получилось. И религиозные американцы, поэтому действительно поддерживают, активно поддерживают Дональда Трампа. Есть следующая часть, финансовая, экономическая часть. Американцы чувствовали себя более уверены финансово в бытность Трампа в тот момент, когда Трамп был президентом. Заслуга это Дональда Трампа, что он пришел, уже пришел на готовую, хорошую экономику, в то время, как Обама пришел на рецессию и спасал американскую экономику. Или это заслуга все-таки предыдущего президента? Это большой вопрос, но сам факт, факт остается фактом. Да, в период президентства Трампа американцы были увереннее в завтрашнем дне. Это следующий момент. Другой еще момент, который очень раздражает очень многих американцев в демократической партии сейчас, и они могут, им может не нравиться Трамп, но они будут поддерживать республиканцев. Это большое количество социальных программ, которые предлагают демократы. Обама Кэр, это Affordable Care Act, так называемый, это закон о здравоохранении, который продвигал и был принят при Обаме, продвигал его Барак Обама, поэтому он называется Обама Кэр, так сказать. Также прощение студенческих долгов, то, чем занимается Джо Байден на протяжении всего своего президентства. Это, конечно, не прощение долгов студентам, это прощение долгов американцам, которые уже давным-давно отучились, но, тем не менее, на них висят студенческие долги. И это раздражает огромное количество американцев из Среднего Запада, которые не понимают, почему они должны платить за каких-то там студентов Беркли или UCLA или Гарварда, которые еще и протестуют что-то там, и занимаются какими-то liberal arts и какой-то фигней, а на самом деле идут кофе работать, работать в кофейню в лучшем случае. Вот это раздражает очень многих американцев, потому что американская политика всегда была сдвинута вправо, центр американской политики всегда был сдвинут вправо, и поэтому Кеннеди, например, демократ, Демократ Кеннеди говорит, не спрашивайте, что страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для страны. Казалось бы, какой здесь, что же это либеральные, какие ценности, где же здесь поддержка, коэссенциальной программы. Нет, нет, нет. Американская политика всегда была сдвинута вправо. То, что в Европе было левым, это для США просто ультралевые коммунисты какие-то. Поэтому вообще, кстати говоря, к европейцам часто люди из Среднего Запада обращаются к коммунистам. Называют коммунистами немцев, британцев, французов. Они называют их коммунистами, считая, что это ультралевые какие-то страны. И поэтому поддержка Дональда Трампа здесь, вот этот фискальный консерватизм Дональда Трампа, его желание не пускать например, производство других стран. Это все встречает большую любовь американской публики. Например, казалось бы, штат Мичиган. Мичиган исторический, демократический, синий-синий-синий штат. Почему же он колеблющийся штат сейчас? Почему же Мичиган вполне возможно проголосует за Трампа? И уже пришлось в Мичиган отправлять Обаму, который рэп читает Эминема, и Эминем там с ним присутствует, потому что он в Детройте жил долго и вырос, и стал рэпером известным именно в Детройте, хотя он не родился в Детройте. Но в любом случае, Мичиган это штат, который очень сильно пострадал от проблем в автомобильной промышленности США. Очень сильно пострадал из-за закрытия заводов и прочее, прочее, прочее. Но там Дональд Трамп запретил строительство завода электрических автомобилей, которые должны были строить американцы вместе с Китаем. Это обсуждалось долго в период президентства Обамы. Трамп это запретил. Точнее, как он сказал, он не запретил. Он сказал, что сверху каждого автомобиля будет тариф 100% или 200%. Пожалуйста, стройте завод, попытайтесь продать эти автомобили с наценкой 100% или 200%. И за это Мичиган обожает Дональда Трампа. За это работники автомобильной промышленности обожают Дональда Трампа. Вот. Вот это все. Но там есть много-много других еще вопросов. О, кстати, надо было с этого начинать. Иммиграционная политика. Иммиграционная политика. Я прошу прощения, что так долго. Но просто про это невозможно не сказать. Стена, так называемая стена Дональда Трампа. Точнее, стена на границе с Мексикой. При этом тут надо сделать отступление. Я как кандидат исторических наук не могу этого не сказать. Во-первых, первый сегмент стены был построен во время Первой мировой войны. Это важно отметить. Основная часть стены, тысячи километров стены была построена в период президентства Обамы. Это законопроект Кеннеди Маккейна, это решение 2006 года. Это строительство, которое продолжалось на протяжении всего президентства Обамы. А вот период президентства Трампа построено 100 километров стены и переоборудована. Да, переоборудована большая часть. Но при этом граница между Мексикой и США 3000 километров. 3000, то есть 2000 километров стоят недостроенные. Да, там река Рио-Гранде, да, там пустыня Сонора. Но мы все видели кадры, как через реку Рио-Гранде переходят нелегальные иммигранты и через пустыню Сонора провозят так называемые койоты. Несколько тысяч долларов стоит, чтобы койоты, специальные такие группы нелегальные из Мексики, которые провозят, знают пути, как пройти пустыню Сонора. Иммиграционная политика – это больной, очень-очень больной вопрос американский. Последний всеобъемлющий закон об иммиграции, который изменял и визы, и лотерею грин-карт ввел, и то, как можно легализоваться и прочее, 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 был принят в 1990 году. Там есть пункт об иммиграции советских ученых. Уже советских ученых нет давно, а пункт об иммиграции советских ученых существует в законе об иммиграции 1990 года. Соответственно, иммиграционная политика просто лежит в руинах. Американская иммиграционная политика. Никто ей не занимался. Политический капитал на ней теряли десятки, сотни конгрессменов, политиков американских. А Дональд Трамп очень жестко говорит об иммиграционной политике. Он очень жестко хочет депортировать 11 миллионов иммигрантов нелегальных, ну, по-разному, разные цифры. Трамп уже называет 20 миллионов, более консервативная оценка – 1,10-11 миллионов нелегальных иммигрантов, которые проживают на территории США. Вот он хочет всех депортировать, он обещает всех депортировать. И эта тема, которую поддерживают большое количество американцев, особенно в южных штатах, потому что не нужно быть республиканцем для того, чтобы видеть, какой гуманитарная, даже не кризис, а катастрофа происходила в 2023 году, а именно, когда сначала по 100 тысяч человек в месяц пытались нелегально пересечь границу, 200. В декабре 2023 года 300 тысяч человек нелегально пересекли американскую границу. Они были либо задержаны, либо они были камерами слежения замечены, или датчиками движения, и после этого они были либо в detention centers отправлены, либо суды проходили, либо депортированы. Но 300 тысяч человек, 10 тысяч человек в день – это гуманитарная катастрофа настоящая на южной границе США. Трамп обещает это все решить. Вот поэтому, в том числе, и поэтому его поддерживают. Вы упомянули эпизод, когда Обама выступал вместе с рэпером Эминем, и довольно много поп-звезды разные участвовали в этой кампании, в основном на стороне Камела Харрис, насколько я понимаю, Тейлор Свист вспоминается, Эминем, Бейонсе, ну, в общем, и другие артисты. Мстители, вот только что Мстители выпустили, Алиша Киз, Леди Гага, Мстители, я имею в виду актеры, это Крис Карлетт Йоханссон и Роберт Дауни-младший, и вот Эминем, и Леонардо Ди Каприо, и Джулия Робертс, Джордж Клуни, ну, кого не назови. О, да. На ваш взгляд, это сыграет роль? То есть это важно, это первый вопрос. И второй, а почему, собственно, актеры вот так массово поддерживают именно Камела Харрис, не Трампа? Второй вопрос гораздо проще. Массово поддерживают, потому что они из Калифорнии. Калифорния глубоко синий штат, это демократический штат, и просто они действительно жители Калифорнии, даже если не брать, пусть они будут не актеры, вот давайте уберем эту часть их жизни. Вот это просто жители штата Калифорния, которые в подавляющем большинстве поддерживают демократическую партию. Будь то любой другой кандидат, просто это демократы, и они считают, что нужно, вот да, нужны социальные программы, нужны, нужно союзникам помогать, нужно иммигрантам помогать и помогать им устроиться в США, и США всегда сильнее становились благодаря иммигрантам, и студентам нужно помогать учиться, и давать им какие-то бонусы, и кредиты, и там прощать эти кредиты потом и так далее. Вот просто, просто-напросто это демократы, все. Исторически сложилось так, что вообще шоу-бизнес поддерживает в основном демократическую партию. Нужно сказать, что все это восходит еще ко временам Кеннеди и Сенаторы. Если бы не Сенатора, молодого Кеннеди вряд ли поддержало бы такое количество людей. Он, Сенатор, сыграл огромную роль. Наверное, такую роль, какую не играл ни один деятель шоу-бизнеса, но все-таки для этого надо быть Сенаторой. Таких, кажется, уже нет такой силы и такого воздействия звезд. Даже если Джордж Клуни и Джулия Роберт, все равно. Но в любом случае демократическая партия, демократы просто поддерживают демократов. Вот так и получается. Что касается влияния, вот как раз Сенатора влиял. Это было очень важно. Что как другие звезды, не знаю, это привлекает внимание. Это может быть заставит людей все-таки пойти на избирательный участок. Это напомнит о выборах. Я думаю, что нам не стоит преуменьшать количество людей, которые не так следят за американской политикой, как во вне США. В действительности в США большое количество людей, которые, может быть, и не пойдут голосовать, и просто на их жизни это не так сказывается. А тут поп-звезды просто к этому внимание привлекают еще больше. Что касается Тейлор Свифт, например, ну у нее большое количество фанатов, это молодые достаточно люди, для которых, может быть, это будет первый раз голосование. И для того, чтобы проголосовать в США, нужно быть зарегистрированным избирателем. Зарегистрированным избирателем. При этом вы можете быть зарегистрированы там республиканцем, или демократом, или зеленым, или либертарианцем. Это не делает вам, вы не обязаны поддерживать и голосовать обязательно за демократическую партию, если вы зарегистрированы демократом. Нет. Но вам нужно быть зарегистрированным избирателем, вы можете независимым быть, но нужно быть зарегистрированным. Например, Тейлор Свифт несколько месяцев назад опубликовала ссылку на регистрацию, просто на регистрацию на выборы. И известно, что просто в сторис, у себя в сторис, в инстаграме, которая пропала через 24 часа, соответственно, известно, что статистика была предоставлена, американская избирательная комиссия предоставила статистику, согласно которой больше 100 тысяч человек перешли по этой ссылке и несколько десятков тысяч зарегистрировались. Вот я сейчас боюсь ошибиться, но мне кажется, это больше 50 тысяч человек, которые зарегистрировались такими избирателями впервые. А вполне возможно, они бы опомнились в последний день. А во многих штатах нельзя зарегистрироваться в день голосования, потому что нужно, чтобы вы вроде как зарегистрировались заранее, подумали и потом пришли голосовать, чтобы это не было импульсивное решение. Но и поэтому большое, да, вот это воздействие есть, привлекать внимание, напоминать, что во вторник, в ваш будний день вам нужно взять отпуск, вместо того, чтобы обедать идти, вам нужно идти на избирательный участок, или ни свет ни заря просыпаться во вторник, в будний день и ехать голосовать, или заранее бюллетень взять и по почте проголосовать, не забыть это сделать, в выходной, может быть, в какой-нибудь прийти на специальный участок и проголосовать. Вот они об этом напоминают. И поэтому это важно с этой точки зрения. Не думаю, что это как-то серьезно воздействует на избирателей, что вот если Скарлетт Йоханссон предлагает голосовать за Камалу Харрис, то все фанаты Скарлетт Йоханссон пойдут голосовать за Харрис. Нет, не думаю, что это работает так, но привлечение внимания здесь, конечно же, очень важно. Вы сказали, что, ну, дали понять, что, в общем, в американской системе не критически много зависит от желания и действия одного человека. Что если Трамп придет к власти, как бы он там не хотел, например, разрушить НАТО, то у него вряд ли это получится, потому что есть институты, которые этому сопротивляются. Но если посмотреть реалистично на обещания кандидатов в президенты и на то, что они могут сделать, вот вы бы чего ожидали в случае победы одного и другого? Ну, скажем там, три каких-то, может быть, самых важных изменения, которые могут произойти при Камале Харрис и при Трампе в первые месяцы, годы их президентства. Что касается Камалы Харрис, то если разделить внутреннюю и внешнюю политику, я думаю, во внутренней политике она действительно будет бороться за принятие федерального закона об абортах, о разрешении абортов, о разрешении искусственного оплодотворения, потому что это всегда идет в связке, эти темы идут в связке. Я думаю, действительно будет попытка бороться именно за это внутри США. Скорее всего, будет продолжаться линия на такую либерализацию в смысле социальных программ, предложения в каком-то большом количестве социальных программ, но вряд ли, очень редко президенту удается продвинуть две инициативы, это очень-очень редко бывает. Скорее всего, это репродуктивные права и вот эта тема. Во внешней политике это продолжение курса администрации Байдена, это продолжение курса администрации Байдена в смысле поддержки союзников, в смысле хороших отношений, в смысле безопасности и так далее. Ну и в том числе даже таких, может быть, резких действий демократической партии, как Нэнси Пелоси, которая летала в Тайвань, и мы все, мне кажется, следили за ее самолетом, как там она приземляется, как взлетает, за этим все внимательно очень следили. Вот что, наверное, стоит ожидать от Камала Харрис. При этом, да, концентрация все равно в любом случае и там, и там, на Азиатско-Тихоокеанском регионе, безусловно, это мы бы уже и так наблюдали, если бы не было полномасштабного вторжения России в Украину. Вот все равно туда, смотреть больше туда. Что касается Трампа, во внутренней политике это, скорее всего, эмиграционная реформа, попытка эмиграционной реформы или, по крайней мере, депортация, такие массовая депортация нелегальных эмигрантов, вот эта тема, которую ждут от Дональда Трампа и, наверное, что он попытается сделать во внутренней политике. Во внешней политике это, конечно, торговая война с Китаем. Мы забываем, что была пандемия, потом полномасштабное вторжение. Вот это все. Мы немножко забываем, что вообще-то торговая война с Китаем шла у Дональда Трампа, она только набирала обороты, только первый акт этой войны начинался в период резидентства Трампа. Вернется он к этому, скорее всего. Возможно, это отчасти затронет какие-то внутренние, внутреннюю политику, в смысле как раз очень высоких тарифов на товары, произведенные вне США, и отмены НДС, соответственно, внутри США. И тарифы, почему Трамп об этом много говорит, потому что в 1880-е годы это действительно сыграло очень на руку США, но тогда экономика не была так глобализирована. Поэтому неизвестно, как это получится, но это уже экономисты должны отвечать на этот вопрос. Поэтому деятельность Дональда Трампа во внешней политике, это, конечно, концентрация тоже на Азиатско-Тихо-Аиканском регионе, это торговая война с Китаем, и, может быть, это попытка заключить какую-то договоренность между Россией и Украиной, но только в одном условии, при одном условии, только в одной, вариант может быть только один для Дональда Трампа, если он точно будет знать, что он сможет сделать эффектные, красивые фотографии, где он будет сидеть где-нибудь в Кэмп Дэвиде или где-то у камина вместе с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заставят пожать их руки и продемонстрируют какой-нибудь договор, который они подписали. Вот если такое эффектное завершение будет возможно, тогда да, тогда Дональд Трамп будет этим заниматься, потому что все-таки для него очень важна победа, ему нужно быть победителем. Если он будет понимать, что он может быть победителем в этом, он может заставить всех заключить мир, закончить войну, все, вот тогда он этим будет заниматься. Если станет очевидно, совершенно четко понятно, при попытках какое-то давление на одну сторону, на другую сторону, будут прощупывать почву, будут пытаться, если станет понятно, что это невозможно, то Дональд Трамп этим в меньшей степени будет заниматься. Мой последний вопрос. Есть ли риск политически мотивированного насилия после выборов? Помни о том, что происходило после предыдущих выборов. И если есть, то какого масштаба может быть этот риск? Здесь я гораздо более оптимистично смотрю, чем многие мои коллеги. И тоже как историк хочу привести просто один факт из ближайшей истории. Вынесение приговора по делу Сторми Дэниелс в Нью-Йорке. В этот момент, когда Дональда Трампа признавали виновным в уголовном преступлении, и потом ему должны были срок назначить, но это уже отложилось. В общем, вынесение приговора Трампу. Что же делает город Нью-Йорк? Город Нью-Йорк вызывает из отпуска всех своих полицейских. Город Нью-Йорк выставляет на улице хорошо знакомые всем протестовавшим в России и Беларуси железные заборчики, перекрывает улицы, выходные отменяют, выходные для всех своих сотрудников. Оранжевый уровень у медиков. Они готовы, из отпуска вызывают людей, они выходят на работу. И ничего не происходит. Никто не штурмует нью-йоркские здания, никто не штурмует полицию, никто не штурмует зал суда, где вынесли приговор Дональду Трампу. А город Нью-Йорк был полностью готов, как еж ощетинился и был готов к противостоянию с сторонниками Трампа, которых они должны были увидеть на улицах с оружием в руках. Этого ничего не произошло. Да, можно здесь сказать, что Нью-Йорк это либеральный город, что туда еще надо доехать, что это все сложно и так далее. Но подготовка к какому-то противостоянию, к какой-то опасности идет уже сейчас. Первым штат Вашингтон приступил к этому, и губернатор штата Вашингтон уже привел в боевую готовность национальную гвардию, опасаясь каких-то волнений. США действительно к этому готовы, американские власти к этому готовы. И здесь снова нужно сделать разделение очень серьезное между трампистами и республиканцами. Не вся республиканская партия трамписты, и, можно сказать, не все трамписты-республиканцы, они куда-то ушли гораздо правее. Поэтому готовы к этому власти, и в том числе власти республиканских штатов. Как, например, после урагана, когда Дональд Трамп критиковал Белый дом и говорил, что Белый дом ничего не сделал, чтобы помочь Северной Каролине, что ничего не сделал, чтобы помочь Флориде. А руководство Флориды, тот самый Рон де Сантис, губернатор Флориды, говорил о том, что очень помогают демократы, демократическая администрация Белого дома. Белый дом вовремя был, Белый дом все смог людей эвакуировать, да, они все это организовали. То есть нет здесь прямой корреляции между желанием Трампа и обязательно содействием властей штата. Соответственно, да, можно ожидать, можно ожидать, но этого ожидают и власти США, власти отдельных штатов, включая и республиканское правительство этих штатов, которые готовы к противодействию и, конечно же, совсем-совсем не хотят видеть насилие в американских городах.